И поговорить о подделке алкоголя и других продуктов. Мы пригласили гостя, директора Красноярского центра стандартизации и метрологии Василия Николаевича Маргуна. Василий Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Как вообще осуществляется контроль за алкоголем в нашем городе? Ну, в городе-то очень выборочно. Хотя традиционно мы более 10 лет проверяли в рамках системы добровольной сертификации. К сожалению, она прекратила свою деятельность в том виде, в котором это было. Ну, и сейчас это, так сказать, жалкое подобие. Но вообще считается, что алкоголь проверяется при выпуске с производства в стране. Но если учесть, что мы за последнее, с шестого года забарковали около 5 миллионов бутылок, и оптовики знали, что будут их проверять. Ну, я думаю, что сейчас таких забарковок могло быть гораздо больше. У меня есть информация, что Вы за то, чтобы как раз вернуть деятельность вот этого оптового алкогольного центра. Ну, и вот те времена, когда в лаборатории как раз Вашего ЦСМ проверяли алкоголь. Вот скажите, если бы был бы до сих пор этот центр, можно ли было бы избежать трагедии, которая произошла сейчас? Ну, насколько я знаю, эта продукция поступала по официальным каналам. Если так, то я думаю, с большой вероятностью мы бы этого избежали. Оптовый алкогольный центр, дело не в оптовом алкогольном центре, а в той системе, которая была создана. Ее можно было запустить и без алкогольного центра. Ну, есть структура Росстандарта на территории. И это еще не поздно сделать. Хотя сейчас очень идет активный завоз, годовой завоз алкогольной продукции. Это надо просто срочно делать, иначе до Нового года все закупятся. Ну, вот как раз, скоро Новый год, люди просто боятся пить уже. Они, когда подходят куда-то в магазин покупать, ну, казалось бы, сертифицированная должна быть продукция. Но люди уже думают, ага, может быть, что-то здесь не то. Вот скажите, будут ли какие-то проверки в ближайшее время? Ну, мы что-то будем делать. Решили, что такую рейтинговую оценку мы проведем. Постараемся по водке, ну, хоть водкой бы закупились. Уже литно не будем трогать алкоголь, но по шампанскому проведем. В общем, постараемся сделать максимум возможного, чтобы сориентировать людей. И не говорить, что вы не покупаете там-то, там-то, там-то. Не в этом дело. Мы должны сказать, где покупать. Это людей интересует. Можно ли было избежать этой трагедии? Как-то можно определить по запаху, по вкусу, по внешнему виду этот самый метиловый спирт? К сожалению, нет. И тот, о котором виски говорят, Джек Дэниелс, это на самом деле бурбон. Это американские кукурузные виски, и у него очень специфический вкус. Поэтому определить невозможно. Там эссенции, усилители вкуса. Всё это невозможно сделать, поэтому мы здесь просто в заложниках можем оказаться. Я сам не знаю, что брать. Вот я раньше мог людям рекомендовать, мне сейчас звонят, спрашивают, что, Синькач, какой коньяк? Я не знаю. То есть пока не попробуешь, не поймёшь, получается так. А и попробуешь, не поймёшь, потому что уровень фальсификатов очень высокий, поэтому нужны независимые методы. К тому же я повторяю всё время, что это не так дорого стоит. Вот те проверки, которые мы вели, знаете, у нас это было 13-15 копеек на бутылку, если перечитать. 13-15 копеек на одну бутылку. Ну, это недорого. Почему уже тогда упразднили вот этот центр? Ну, вы знаете, я думаю, что тут поработали, дело даже, опять же, не в центре. Я думаю, поработали лоббисты, потому что привозить контрафактный алкоголь, продавать его очень выгодно. И такие структуры есть. Те структуры, которые не участвовали в системе добровольной сертификации, хорошо известны. Они поработают. Вот такой напиток, как молоко, мы пьём его практически каждый день. Скажите, что находит в нём опасного? Ну, опасного находят микроорганизмы, которые размножаются достаточно быстро, быстрее, чем должно быть. Ну, и тот же самый фальсификат растительных масла. Растительные жиры, простите, растительные жиры, которые в обилии там присутствуют. Это тоже нужно контролировать. И я считаю, что молоко может быть даже более важный продукт, чем алкоголь, потому что его и дети употребляют, и больные, и взрослые люди, пожилые. И по результатам всех наших исследований мы просто решили сделать программу по улучшению качества молока. Собрали предприятия наших производителей цельномолочной продукции. Сейчас занимаемся качеством. И в ближайшее время, вот под знаком продукции Красноярского края, такая продукция появится на прилавках. Мы будем постоянно гарантировать её качество. Это будет молочный альянс, тот самый, который... Да, мы так называем участники соглашения. Это семь предприятий. Сухобуземский, Боготольский район, Зеленогорск. Это семь наших предприятий, которые непосредственно закупают в ЛПХ, в хозяйствах цельное молоко и производят из него продукцию цельномолочного короткого срока хранения. Это будет какой-то бренд определенный? Как люди узнают эту продукцию? Бренды будут разные. Это бренды будут производители. Ну, например, Исток, известный бренд, это совхоз Таёжный, племзавод Таёжный. Там Агроярск, Агроник, Молоко, Минусинское. Но там будет стоять знак добровольной системы сертификации, который говорит, что Росстандарт эту продукцию проверяет. Шишка такая кедровая. Её, в общем-то, видели. Спасибо большое за информацию. Я напомню всем, что у нас в гостях был директор Красноярского центра стандартизации и метрологии.